Нет больше обманутых дольщиков или есть в Петропавловске и Камчатске? Юрия Петровича вопрос. Надеюсь, были первые и последние. Готов к заселению. В Петропавловске завершили строительство шестиэтажного жилого дома на улице Ломоносова. Ознакомиться с проделанной работой приехали полпред Юрий Трутнев и заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Демешин. Встречали гостей представители инициативной группы дольщиков. Строительство дома велось с привлечением денежных средств граждан. Когда мы заключали договорщики в 2014 году, ну миллионов сорок, наверное, около этого мы уже оплатили, квартиры-то полностью оплачивались. Дом должны были сдать в эксплуатацию еще пять лет назад, но застройщик был признан банкротом. В поисках решения проблемы 15 дольщиков обратились к генеральному прокурору страны. Арестовали имущество того лица, которое довел банкротство. Часть имущества вернули, все, которое есть. Ну, то для банкротства мы его точно доведем. Спасибо тому застройщику, который сейчас довел этот проект. В прошлом году правительство Камчатского края, региональное министерство строительства и жилищной политики нашли нового инвестора. Хочу поблагодарить всех участников данного проекта, потому что была поддержка со стороны города, края, прокуратуры. В общем-то, все вопросы решены. Сегодня можно точно и смело сказать о том, что сегодня проблема решена с обманутыми дольщиками. Помимо решения вопроса дольщиков, квартиры в доме на Ломоносово будут реализовываться с помощью механизма дальневосточной ипотеки. Всего в этом году в Камчатском крае введено 60 тысяч квадратных метров жилья. И на этом останавливаться не собираются. Юрий Трутнев обратил внимание губернатора на необходимость увеличения темпов строительства. Я ставлю задачу через два года выйти на 150 тысяч квадратных метров, а вообще нужно 200 и выше строить. Но я хочу сказать, что уже за это время мы в полтора раза увеличились. Было 35 тысяч. Но я подробно доложу и по марийному жилью есть предложение, и по сейсме дефицитному. И вот комплексный застрой, который мы говорили, потому что это ведь тоже пример, ну такой точечный застройки, что называется. Было выбрано место свободное и поставлен дом. Слава богу, что дотянули и долгостроя нет. Но, конечно, в перспективе подход планируем принципиально иной применять. Когда будут и зеленые зоны, вот жители пока не говорят, но когда я приезжал, мне в первую очередь вопрос задали, а где здесь будет зеленая зона? Когда будет озеленение? Я ему тоже самое сейчас спрашиваю по дороге. Информационное агентство «Камчатка».